МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исследование затонувших судов и подводной лодки в бухте Нагаева проводят водолазы поисково-спасательного отряда МЧС в рамках ежеквартальных учений. На этой неделе проходит погружение неподалеку от так называемой отсыпки. Здесь на морском дне соседствуют затонувшая субмарина С-288 и корабль торпедолов. В суровых условиях Охотского моря аквалангистам удалось не только выполнить погружение, но также и провести подводную съемку. Вечерний Магадан вместе с сотрудниками МЧС выехал на лед, чтобы запечатлеть данное событие. Прибрежные воды в бухте Нагаева хранят в себе более 10 затонувших кораблей и подводных лодок. Каждая из них имеет свою историю. Прямо здесь и сейчас, под толщей льда, водолазы МЧС исследуют подводную лодку С-288. Несмотря на сложные погодные условия, в палатке, в специальной проруби водолазы МЧС готовятся к погружению. Вода враждебная среда для человека, поэтому, безусловно, спуски подвода всегда таят в себе опасность. Это можно неправильно, если ты погружаешься, можно получить баротравму. Причем баротравму можно получить абсолютно на небольшой глубине. И поэтому, для того, чтобы эти спуски производить, спасатели-водолазы проходят определенное обучение. Ежегодную водолазно-медицинскую комиссию сдают ежегодно тех минимум. Оба водолаза у нас, которые сейчас производят спуски, первая-вторая группа, так скажем, самая высокая. Опыт большой, соответственно, люди физически развиты, готовы. Ну и по своему, так сказать, характеру готовы к этой сложной работе. Водолаз готов! На дне, на глубине около 18 метров, находится подводная лодка С-288, которая с 1962 года базировалась в Магадане. На ней проводились учения, доставлялись военные грузы, а также выполнялись научно-исследовательские работы. В одно время лодка была вооружена даже ядерными торпедами. В 1973-м в торпедных аппаратах подводники доставили магаданцам к Новому году ели. За свою историю судно преодолевало такие препятствия, как столкновение с ледовым полем, повреждение рубки айсбергом и даже прошла сквозь тайфун. Магаданские бухты активно исследуют для составления подробной карты затонувших объектов. Некоторые из них представляют опасность для экологии края и мешают проходить другим судам. Подробнее о состоянии судна нам рассказали водолазы поисково-спасательного отряда. Дошли до кормы, обследовали полностью торпедное отделение, рубку обсмотрели визуально, вовнутрь не проникали, опасно, сами понимаете, чтобы не поцарапать костюм. В принципе, 80% самой лодки было осмотрено. Теперь покрытая наростами кораллов лодка ожидает своей очереди к подъему и утилизации. Подобные погружения специалисты выполняют регулярно и в других точках. В прибрежной акватории столицы Колымы производятся подготовительные работы к освобождению бухт от затонувших в них плавсредств. Следующее обследование планируется провести в месте, где затонуло судно профессор Моисеев, которое является подводным потенциально опасным объектом.